привет народ многие меня спрашивают как ловить бобра хочу сразу сказать я в этом деле не профессионал есть гораздо более опытные люди в этом деле поэтому все вопросы задавайте но в этом году я решил обратно взять путевку на бобра возьму на месяц на бобра капканами буду охотиться а также буду брать разовые путевки для того чтобы ходить ружейным способом и с луком добывать бобров это будут два разных отход хозяйства поэтому перед тем как ехать брать путевку на бобра именно капканами вы всегда должны сначала съездить в это место разведать и уже брать непосредственно путевку тогда когда вы знаете куда вы будете ставить эти капканы потому что в республике беларусь у нас путевка дается на месяц вот найти бобриные места я вам хочу сказать ну не всегда так просто да кому-то везет фарт он приехал с первого раза нашел идеально получилось что там ход бобров он поставил капканы и унес поймал там одного единственного бобра да или двух он считать себя профессионалом это немножко не так как говорят в покере всегда дистанция расставляет все на свои места поэтому завтра еду за путевкой и сегодня выехал посмотреть бобриные места сейчас я вам покажу что я нашел что я сделал потому что работы жизнедеятельности бобров на данном месте гораздо больше чем у меня капканов у меня пять капканов вот есть много захват и есть проходные поэтому сейчас мы пробежимся и посмотрим что надо делать для того чтобы охота на бобра была удачной в первую очередь вы должны найти жизнедеятельность бобров и чтоб данная жизнедеятельность естественно находилась на той территории куда вы берете путевку если рассматривать данное место вот то есть бобр у нас пытается завалить березку вот работа бобра видно что было сегодня вчерашние следы они у нас немножко темнеют поэтому вы должны обратить внимание чтобы там где бобр погрыз был свежие грызуны здесь мы будем ставить много захват и потому что у нас есть выход с одной стороны а также у нас есть выход здесь в принципе если там мы сто процентов можем ставить много захват вот то здесь мы можем поставить как много захват так и рамочные все зависит от той глубины которая у нас здесь на выходе но это мы уже будем проверять непосредственно когда будем ставить капканы так теперь что хочу сказать когда мы будем ставить капканы к примеру как здесь то желательно много захват цепь ставить не чтоб она была к примеру завязана за это дерево а в идеале это вбить какой-то колик к примеру там и оттуда подвести сюда наш много захват для того чтобы бобр когда попадется не смог выбраться либо на берег вот а ушел вглубь и там уже у нас утонул вот после чего мы будем приходить и снимать данного выбора вот это одно место которое нашел сейчас мы будем ходить по другим местам для того чтобы вы были точно уверены кудой он выходит либо заходит с этой стороны либо стой вы можете прибегнуть к такому лайфхаку это поставить палочки на выходе то есть вы берете сухие палочки вот и втыркаете для того чтобы посмотреть а у нас тут замерзла здесь мы не можем втыркнуть но на других местах я вам покажу то есть вы тыркаете палочки можете взять примеру более серьезную палочку не получится земля промерзла не втыркнем но раньше я делал как а вот тут можно вставить палочку он как раз ее поломает сейчас мы возьмем тоненькую чтоб она его не спугала вот смотрите мы поставили палочку для других людей она у нас незаметно сейчас я покажу вот видите вот это вот палочка то есть она у стоит бобр будут выходить естественно она бобру никакой препятствия не даст он выйдет ее собьет то есть даже если так не тут не будут погрызов вы сможете понять что он здесь ходит поставив такие палочки то есть это одни из тех лайфхаков которые я применяю вот то есть постоянно обставляю все место этими палочками видео я вставлю эти фотографии просто уже до этого все это сделал прошел четыре места вот и на пятом месте решил вот уже вам заснять видео возможно это кому-то будет полезно из новичков вот кто ходит пойдем дальше вот еще одно место жизнедеятельности бобра но здесь это место нам не совсем подходит потому что хотя ну если уже как говорится на безрыбье и рак рыба то что нам здесь мешает видите около здесь ветки и выход здесь не совсем понятный он размытый то есть он может отсюда подплывать отсюда подплывать может быть он у нас оттуда вылазит поэтому вообще в идеале чтобы каждому дереву был один подход для того чтобы не распыляться и не ставить два капкана понимаете о чем я говорю то есть если здесь ставить как бы по уверенности чтоб сто процентов то мы ставим на том выходе капкан и вот здесь мы ставим капкан понимаете точно одно дерево на одно место где видно его находы мы должны потратить два капкана я не располагаю ульмой капканов для того чтобы ставить в разных местах хотя вот здесь видно что бобр грыз это дерево давно хотя возможно вот здесь это были какие-то недавние погрызы вот но их здесь очень мало и ширина зубов сейчас она сфокусируется видите ширина зубов здесь очень маленькая для того чтобы вы сравнили и понимали какая ширина зуба вот смотрите относительно пальца она маленькая и то есть если сюда ходит один и тот же бобр то ловить вот этого коротыша не имеет смысла вот на прошлом дереве я вам не показал но там ширина зубов была гораздо больше вот поэтому капкана мы будем ставить сам вот эти места мы даже не будем брать в расчет потому что данные погрызы были уже сделаны давно вот но на фотографиях я вам покажу палочки которые расставляю и которые мне помогают понимать ходит он здесь или нет так как на данном участке вода не слишком глубокая то естественно и плотинки в данном перепаде совершенно минимальны то есть вы видите практически их как таковых не существует стоит ли бурить эту плотину мне вам сложно сказать для того чтобы понять ходит он тут или нет даже и не будем бурить мы лучше его не будем беспокоить а добудем бобра непосредственно на кормежке а вот тут уже у нас ходил он вчера видно вот совершенно совершенно свежие погрызы ну как я и говорю здесь ширина зубов такая очень очень мелкая поэтому не знаю на заметку возьмем но тут ставить я не буду капканы начну ставить завтра когда возьму путевку вот еще одно место вот здесь сразу видно что видите луночка везде замерзши а здесь только недавно прихватила и следы у нас свежие то есть он выходит с левой стороны вот и есть с правой стороны но здесь он уже поработал серьезно вот дерево видно было свалено в этом году и малыши насколько я так понял целое лето осень питались корой данного дерева вот потому что на зиму они запасают тоненькие веточки а вот такие большие бревна они валят для того чтобы повалить вот съесть и кору потом они их пилят на чурки но здесь они еще не начали их пилить и уже устанавливают у себя здесь в водоеме для того чтобы либо поднять уровень либо еще сделать какие-то строительные работы подводя итоги сегодняшней прогулки вот я хочу сказать что в принципе не будем говорить откровенно не в принципе мы нашли идеальное место для расстановки и бобриных капканов вот потому что жизнедеятельность у нас есть жизнедеятельность у нас бушует есть идеальные места для постановки как рамочных так и много захватных капканов люди которые скажут что много захвата нельзя использовать дело в том что мы охотимся в Республике Беларусь. И в Республике Беларусь много захвата у нас разрешены. Вот. Если кому было интересно это видео, если кому будет интересно, что у нас будет дальше, в принципе, я позже сниму видео о расстановке капканов. Ставьте лайк, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе последних событий. Также подписывайтесь на мой инстаграм и группы ВКонтакте, Фейсбук и в Одноклассниках. То есть там я также публикую свои видео, публикую свои какие-то заметки и минимальные отрывочки из своей жизни. Всем всего доброго! До новых встреч! Буду рад видеть на своем канале!